Ну просто Ташкент. Такой фразой самарцы нередко характеризуют ту изнуряющую жару, которая не первое лето господствует в городе. Средняя температура воздуха летом в Ташкенте, столице Узбекистана, плюс 33 градуса. Показатель для Самары уже не кажется удивительным. И не случайно мы отправляемся в гости к самарским узбекам, представителям национально-культурного центра Алишер-Наваи. Познакомимся с некоторыми традициями народа, культура которого, к слову, начала формироваться еще в VI веке до нашей эры. А заодно и узнаем, как в такую жару чувствовать себя комфортно. В гости нас любезно позвали семья Умаровых, а восточное гостеприимство немыслимо без богато накрытого стола. Узбекскую кухню называют одной из самых разнообразных и вкусных. И главное блюдо узбекской кухни это, конечно же, плов. Саюра, здравствуй! Сегодня ты нам расскажешь, как готовить настоящий узбекский плов, да? Здравствуйте! Мы начнем плов готовить с обжарки лука. После мы жарим кубиками нарезанное мясо, а потом и морковь, и порезанное ломтиками. Лук нарезается как-то, да? Да. Как именно? Мы делим вот на две части. Опять-таки мы очистили от кожуры, после этого начинаем резать вот так вот. И шинкуем полукольцами лук? Да, шинкуем. Почему именно плов так популярен в Узбекистане? Почему это блюдо стало настолько известно по всему миру? Есть какая-то, может, предыстория или какие-то особенности? Ну, как я знаю, что плов популярен тем, что это является основной национальным блюдом Узбекистана. Потому что у нас пловы бывают разные, это зависимости от областей. Есть ташкентский плов, есть вот у нас, я где родилась, это води, вот называется, у нас есть в нашем, в нашей области другой плов. И то есть везде приготовления разные. Мы сегодня приготовим ташкентский плов из риса коричневого, то есть он называется здесь в России красный, его называют девзером. То есть это особый сорт, вот он такой красный и растет, да? Да, есть особый сорт, да, это вот такой, он очень вкусный. И когда, после, после всей готовки оно выглядит прям румянцевый, такой глянцевый, красный цвет. Мы нарезали лук, сейчас его обжариваем, да? Да. Мы сперва прежде чем приготовить не одно. Масло. Масло подсолнечное, да? Да, масло подсолнечное. У нас есть такая притча, прежде чем готовить плов, мы всегда и говорим и пожелания. Пожелания, потому что нас учили бабушки и дедушки, это к хорошему. Пожелания, чтобы и хватило та еда, в которой мы сейчас и едим тем бедным, у которых нет вот еды, ну чтобы, как бы это, ну такая вот и притча есть. Вот, ну мы опять-таки готовим, давайте начинаем. Кладем лук. Да, лук кладем. А посуда особенная какая-то должна быть? Вот я смотрю, что тут это... Нет, не обязательно, чтобы была какая-то особенная посуда, самое главное, чтобы была чуть-чуть глубокая. Ты упомянула, что в разных регионах разный плов, а бывает плов без мяса? Нет, не бывает. Может быть, плов из курицы, но это изредка. Но у нас только делает из говяжья и из баранина. В Узбекистане готовят женщины, это женское дело? То есть мужчины не готовят или наоборот как-то? Нет, у нас нет такого. У нас готовят самый вкусный плов мужчины, особенно на свадьбах. Это называется свадебный плов. Вкус этого плова вообще просто не передать словами, потому что там просто невероятно вкусно. А помимо плова, какие блюда традиционны для узбекской кухни? Национальная самса, долма. Есть еще из виноградных листьев. Мы берем фарш и делаем, и покрываем. То есть мы делаем такие маленькие конвертики, а внутри находится мясо. И мы их опять-таки на водяном паре специально тушим. Да, вот смотри, у нас лук уже, видимо, дошел до кондиции. Да, мы положим мясо. Кладем мясо, тоже мешаем. Да, и перемешиваем это все. Хорошо. После мяса, после того, как мясо опять-таки обретет золотистую корочку, мы обязательно должны положить морковь. Морковь, в моркови ломтики должны быть тоненькими, не толстыми. Потому что при пожарке, ну и при жарке, и когда все приготовится, чтобы морковь не была толстая, ну в блюде оно будет смотреться некрасиво. Но это только внешний вид, или вот именно какие-то там соки вытекают? Соки, 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 да. Вот обязательно вкусы и соки, и внешний вид тоже включено. Плов нужно готовить долго, вот насколько я знаю, там несколько часов. Мы готовим 2,5 часа, потому что после того, как мы положим и морковь, мы должны и влить воду, чтобы оно долго на медленном огне кипятилось, вскипятилось. То есть, чтобы все ароматы от овощей, от мяса, чтобы все вот в этот бульон вышло, и потом только мы рис будем класть. Теперь морковь мы кладем, да? То есть, уже можно? Да, можно класть уже морковь. Ну вот мы положили морковь, сейчас еще немного жарим морковь, да? Да, да. И потом, после, сколько должна жарить морковь, до какого состояния? Да, до состояния того, что она потеряет вот свою, как сказать, силу, или чтобы она прям такая-то... Ну, твердость, наверное, да, чтобы она мягче стала. Вот когда морковь станет мягкая, мы воду заливаем. Да, воду заливаем на медленном огне и ждем, пока она будет кипятиться. Нам понадобится 1 килограмм риса, 1 килограмм мяса и 1 килограмма моркови. После 300 грамм понадобится подсолнечного масла и лука 300 грамм. И все? То есть, никаких секретов нет? А соль, там, специи какие-то? Обязательно надо там и соль добавить. Соль уже вот на вкус. На вкус есть специи зира, есть еще и другие можно добавить специи. Горох добавляют. Какой? Обычный горох или... Обычный вот и горох добавляют. Да? А зира, это что за растение такое? То есть, я не слышала про эту специю. В гордных районах выращивается тамин, его сушат, да? А вот кто-то добавляет, то есть, кладет, есть же разные там вариации, белый рис и туда куркуму, там, например, что-то такое. То есть, это тоже в вариации такие возможно. Да. Но вот традиционный ташкентский плов, он именно вот настолько прост, без всяких там премудростей. Теперь мы воду заливаем, у нас морковка уже мягче стала. Да, мягче стала так. Воды сколько нужно? А воды нужно, чтобы вся морковь, вот то, что, вот вся масса, вот то, что мы приготовили, была на дне. И чтобы она прям ровно, да, чтобы она вот и покрывала. И после мы на медленном огне минут сорок варим. Традиционный плов – блюдо поистине историческое. Популярен он был уже в 10 веке. Плов подавали на больших торжествах. А знаменитый восточный ученый, философ и врач Авиценна приписывал узбекскому плову целебные свойства. Блюдо рекомендовали при истощении, для восстановления после болезни и при общем недомогании. Сегодня плов можно встретить на столах у многих народов. Без плова не обходятся национальные узбекские праздники. И гостям хозяева дома обязательно предложат ароматный и румяный плов из особого сорта красного риса, который, к слову, сегодня и в Самаре найти не проблема. Васильжан Тахирович, мы сегодня у вас в гостях. Очень радушно, очень тепло нас встречают. Традиции восточного узбекского гостеприимства никакие. В Узбекистане принято гостей принимать, видите, как очень тепло. Своё узбекский народ, свои великые души доказал. Наверняка, всем известно, после Второй мировой войны, очень многомиллионные населения из России, из всего, которые в западную часть России приехали, они тепло, радужно встречали. Размах узбекского свадьбы можете услышать. А какой, вот вы сказали, какой размах узбекской свадьбы? Ну, приглашают, к примеру, родни, а так соседние улицы и прочие приглашают. Услышали, приезжают, и хоть не приглашенные, они обязательно угощаются. У нас специально бывает вот, сурнай, карнай называется, инструменты такие. Они уже начинают вечером уже, как, ну, звать всех. А, то есть играют и зазывают всех живущих, да, и все уже далека слышат. Да, с самого раннего, который как звук услышал, да, там свадьба идёт, и почему народ собирает, собирается и идёт. Вы национальные традиции стараетесь в семье сохранять, то есть вот именно детям прививать, вот чтобы самобытность какая-то, она вот чувствовалась и в будущих поколениях. Да, да, мы обязательно дома только на родном языке разговариваем, так как дети с утра до вечера в школе, им хватает, чтобы сохранить языковой, в первую очередь, язык. Обязательно дома мы хоть час-два вечером после работы приходим, и детьми общаемся на родном языке. И чай пить тоже только на пиалушке, и обязательно зелёный чай употребляем. А, это какая-то традиция узбекская зелёный чай, да? Когда хочется пить, к примеру, сейчас на улице жара, вот в холодную воду пьёшь столько-то, всё равно она утомлением никак не погасает. Вот как зелёный чай выпишет, хоть горячая, она всё, успокаивается, и пить жидкости не на сорт хочется. Это уже доказано, так как в Средней Азии, знаете, столько-то, бывает в тени 45-50. На прямо открытом солнце плюс 65-70 бывает. Ну вот традиция чайпития, тоже узбекского народа, это нечто особенное. Вот с чем связано, и что несёт в себе, то есть как это проходит? Это вот как бы передаётся, у нас погода эта требует жара в Узбекистане. Чай всегда пили, не только в Узбекистане, и в Киргизии, там, в Среднеазиатских республиках, Таджикистане. То есть это Средняя Азия, она входит несколько государств рядом. Поэтому я считаю, что этот чай просто, это напиток, который передавался, так же, как поколение из поколения. В Узбекистане чай принято пить в Чайхане. Люди собираются, приходят в Чайхану, там же и можно поесть, спокойно отдохнуть, расслабиться, там много что, поговорить с друзьями. В Самаре создан Центр национально-культурный узбекский Алишер Наваи. Скажите, чем занимается этот Центр, для кого он и какие направления работы у вас есть? Решили открыть вот такую организацию, чтобы где можно было всегда встречаться, где можно всегда, те, которые здесь много проживают, чтобы можно было проводить культурные мероприятия. Мы впервые пригласили в честь открытия знаменитую певицу Севенч Муминову. Это в Узбекистане очень популярная тоже звезда. Многие услышали, что открылся новый культурный центр и начало больше и больше членов организации попало в наш состав. В Самаре тоже таланты есть, я так понимаю. Они тоже присутствуют всегда на каких-то вот проводим там вечера, и они приходят к нам в Дом Дружбы Народов, и так же вот собираемся, они как бы поют, так вот слушаем, отдыхаем. В Самаре сейчас в поселке Волгарь начинает строиться национальная деревня. Как будет выглядеть узбекский дом? Какой у вас план, задумки? Ну, мы вот тоже хотим такой же домик, как в Саратове, чуть-чуть по-другому только. Ну, у нас как бы так же хотим красиво, как минарет, как самарканд, как хочешь, как дверь, как он должно быть в узбекском доме. Ну, если участок, и если заходишь на участок территории, там должен быть тандыр. Да, тандыр. То, что обязательно вот это тандыр. Спасибо большое вам за столь теплое восточное гостеприимство, действительно очень радушное, очень открытое. Через века эта традиция встречать гостей с открытым сердцем сохранилась. Ну, а с другими народами, многонациональной Самары, с их красивыми традициями и обычаями мы познакомимся в следующих передачах. Всего вам самого доброго и до новых встреч.